Волшебный и загадочный мир Кольского полуострова И попытаемся хотя бы частично приблизиться к разгадке одной из его самых главных тайн И поговорим мы сегодня, конечно же, о Сейдах Но перед этим я хотел бы сделать небольшое объявление, а потом кое-что вам показать И начну я с объявления А вот уже на протяжении года я получаю письма и сообщения Которые можно объединить в один тематический заголовок «Хочу поехать на Кольский полуостров» Ну а дальше идут вариации Начиная от конкретных желаний Ну, например, кто-то хочет увидеть северное сияние Ну а большинство, конечно же, хотят побывать там, где бываю я И увидеть своими глазами то, что я вижу и о чем рассказываю Кого-то тянет в Хибины, кого-то в Териберку Ну а кто-то вообще грезит Терским берегом Также мне приходит много писем с просьбой организовать посещение мест боевой славы предков Я уже не говорю о том, что масса интереснейших экспедиций с уникальными находками и впечатлениями Остаются пока не реализованными И вот тут мы плавно переходим к вопросу о наличии технических возможностей И по большому счету все упирается в транспорт для передвижения там И вот тут мы наталкиваемся сразу на две проблемы Первая проблема – транспорт есть, но велико расстояние Ну вот, например, сколько времени займет путешествие из Москвы в Мурманск на обыкновенном Оазе Сколько денег придется потратить на бензин и так далее Ну а если человек живет, допустим, в Нижнем Новгороде, в Казани или вообще на Урале Как быть тогда? Конечно же, эту проблему частично решает самолет или поезд Но именно что частично И тут все упирается не только в огромном количестве багажа Но тут же возникает другая проблема Ну хорошо, прилетели, доехали, а дальше что? И вот тут мы плавно переходим к сути моего объявления Многие мои зрители уже в курсе, что в свою майскую вылазку я вообще летел на самолете А это на неделю и с ограничением багажа всего-навсего в 33 килограмма Обычно, когда мы ездим на машине с Лехой, то машина снарягой забита до отказа В том числе и задние сидения В этот раз с машиной не получилось Поезд я даже не рассматриваю, потому что я заядлый курильщик Да и ехать 27 часов, выбегая на станциях, покурить, ну, сами понимаете На машине, кстати, мы доезжаем за 17 И это в том случае, если Леха едет нон-стопом Ну и дальше обычно все наши передвижения происходят в полуобморочном состоянии Ну и как следствие, до места назначения мы добираемся уже еле живые И после этого спим часов 12 То есть, по сути, это практически 30 часов времени, потраченного впустую Остается самолет Полтора часа, и ты на месте Ну и плюс пару часов на доставку тебя в аэропорт, регистрации и так далее Но что делать с багажом? Ведь без проблем с собой можно везти только 33 килограмма Я не буду сейчас расписывать, что мы с собой везем обычно Остановлюсь на одном простом примере Ну вот как, например, протащить с собой ледобур в самолет? И вот тут к нам на помощь пришли мои друзья из бюро приключений Кольский берег, Анечка и Игорь Помимо того, что они взяли на себя доставку нас с Лехой к месту назначения Так еще и снабдили всем недостающим и крайне необходимым От меня всего-навсего требовалось перечислить все то, что мне нужно на месте В общем, в 10.30 утра мы прилетели в Мурманск А в 5 часов вечера я уже бурил первые лунки Ну а что касается обратной дороги В 12.30 дня я снял последние удочки Потом мы приехали на турбазу к ребятам Помылись в бане, пообедали И в 10.30 вечера наш самолет приземлился в Санкт-Петербурге Нет, ну и конечно, вы сейчас можете возразить мне Мол, ну и что в этом такого? Многие в Мурманске предоставляют услуги подобного рода Но в том-то все и дело, что именно подобного рода Я ведь рассказал вам только о вершине айсберга Главная ценность Бюро приключений Кольский берег Заключается в разработке и реализации индивидуальных маршрутов И вот как раз всем этим и занимается наша подруга и соратница Которую зовут Анна Для тех, кто не понимает, о чем я тут говорю Я предлагаю посмотреть мою сказку, которая называется «Реинкарнация» Ссылка будет в описании И да, это та самая Аня С которой мы занимаемся совместными исследованиями Как выяснилось, не только в этом воплощении То есть, по сути, это тот самый человек С помощью которого вы можете увидеть то, что вижу и исследую я И побывать там Ну а для того, чтобы все это осуществить Вам нужно всего лишь перейти по ссылке Которая будет в описании На самом портале Бюро приключений Кольский берег Найти ее телефон Он расположен в левом верхнем углу И начинается на 8-911 Затем позвонить и высказать свои пожелания Ну, например, хочу побывать в катакомбах Увидеть древние дороги Посетить исполнителя желаний Или же, допустим, хочу увидеть то, о чем рассказывает Локи В таком-то выпуске Ну, например, тот же каменный герцог Или долина всадников И она, соответственно, в свою очередь Составит вам индивидуальный маршрут И лично будет присутствовать в качестве проводника Ну а Игорь, в свою очередь Обеспечит вам всю техническую и материальную часть В общем, звоните Знакомьтесь Общайтесь Дружите И пусть никто не уйдет обиженным Ну а теперь я покажу вам то Что хотел показать Перед тем, как мы перейдем к нашему продолжению разговора о сейдах Блин, ну это лютый туман вообще Вы что-нибудь здесь видите? Вот и я ничего Я вам больше скажу Они тоже ничего не видят Потому что все вокруг поглотил туман Нет, ну надо так Стоило мне, значит, уехать И он тут как тут А началось все Можно сказать Строго по канонам А вот это видео Как раз является Тем самым наглядным пособием Как предположение Превращается в закономерность Природное явление, говорите? Или же все-таки Проявление аномальной активности Единственный вопрос Который пока остается открытым Какую же роль во всем этом процессе Играют сейды? Давайте попробуем разобраться Для того, чтобы вам, дорогие мои зрители Было проще воспринимать Все то, что я собираюсь вам рассказать далее Свое дальнейшее повествование Я буду вести в форме платоновских диалогов Только в отличие от самого Платона Мой собеседник далеко не вымышленный персонаж И вы его знаете Это дедушка Хельк И сразу же скажу Такие версии как Сейды это природное образование Или это сделал ледник В данном выпуске Я сразу же отметаю И рассматривать не буду По причине того Что по поводу первой версии Нужно определиться С самим термином природа И мне очень хотелось бы Получить строгое определение Данному термину Что же касается второй версии По поводу проделок ледника Я до сих пор не получил Ни единого доказательства О его наличии в тех краях О которых я веду речь Более того Изучая труды ученых и исследователей Которые в данный момент Наблюдают за льдами в Арктике Я как раз получаю Обратные доказательства И на данный момент Выводы ученых таковы Ледник не способен делать то Что ему приписывают Со всеми научными выводами И работами Которые я использую В качестве руководства Вы можете ознакомиться В описании Там же будет находиться И мой первый выпуск Посвященный Сейдам Из воспоминаний дедушки Хельга Кстати о военных Нас предупреждали старшие товарищи На инструктажах Что увидев такие объекты Далее именуемые как Сейды Не надо их трогать и двигать А тем более разрушать Мы же в свою очередь Так же инструктировали Наших офицеров Мечманов И даже матросов Причину никто не знает Но просто не надо Но ведь причина была наверняка Хотя бы накопленные наблюдения Которые приводили Именно к такому выводу Накопленные наблюдения Давайте попробуем С ними разобраться Я нисколечко не сомневаюсь Что очень много исследователей Так или иначе Задавались вопросом А что же такое Сейды И исследовали их Один из наиболее ярких примеров Это Влад Трошин Мне к сожалению Не удалось с ним пообщаться лично И я не знаю Каким окончательным выводом Он пришел Но то что причиной его ухода В мир вечной охоты Послужили Сейды Вот об этом я слышал Неоднократно И от разных людей Безусловно Есть и другие исследователи Я сейчас говорю Именно об исследователях Которые пытаются Докопаться до сути Применяя при этом Научный метод Но лично я С такими не знаком А мистицизм И прочие ритуальные танцы Мне не интересны Хотя я сам С удовольствием Рассказываю сказки Парадокс Не правда ли? Итак Что же мы имеем Из наблюдений? А имеем мы Всякого рода Аномальные проявления Достоверно известно Что у некоторых Сейдов Периодически Электронные приборы Ведут себя неадекватно Внезапно Перестают работать камеры Компас Начинает врать Путая юг с севером Ну или вообще Крутится как пропеллер У Карлсона Внезапно Возникают Хрона И просто Миражи Меняется Самочувствие Наблюдателя Ну а если Обобщить То рядом с ними Сплошное И непонятное Черти что Ну и тот же Исполнитель желаний Яркий тому Пример Ну и Со слов Саамеведов От самих Саамов Я такого Никогда не слышал Саамы Поклонялись Сейдам Считая что в них Заключен Дух Нойда Простите Но я не могу Не удержаться И не задать вопрос К саамеведам Вы скажите мне пожалуйста Стоит ли Поклоняться Ну допустим Телевизору Или Мобильному телефону И заключен ли В телевизоре Дух Андрея Малахова Ну а почему я задал Именно этот вопрос Вы дорогие мои зрители Поймете Чуть чуть попозже Но еще достоверно известно Что непосредственно Рядом с Сейдами Шаманы Проводят Всяческого рода Ритуалы Используя Бубен Варган И горловое пение И вот это Дорогие мои друзья Очень важное Наблюдение Так как Перечисленные Мною Три предмета Ну назовем их Музыкальные инструменты Генерируют Низкие частоты А можем ли мы Предположить Что при определенных Условиях Сейды Также что-то Генерируют А может быть Усиливают Или Куда-то Передают Давайте Посмотрим На классический Сейд И определим Что же это такое Вернее На что же Он похож То есть По сути Это большая Монолитная Глыба Которая Стоит Не на плоскости А на маленьких Ножках Не касаясь Поверхности Обычно Этих ножек Три Оказывая тем самым Давление На эти самые Ножки Причем Равномерные Сами же ножки Передают Это воздействие На три точки Плоскости На которой Они расположены Считаю важным Подметить Что плоскость Может быть И наклонной И именно Поэтому Возникает Что-то Вроде Иллюзии Будто Сейды Стоят Вопреки Законам Физики Теперь Давайте Рассмотрим Сами Опоры Или Ножки Потому что И здесь Наблюдается Своего рода Закономерность И возникает Один Очень Интересный Вопрос Начнем С Закономерности Из моих Личных Наблюдений Я заметил Одну Очень Интересную Вещь Обычно Сам монолит По цвету Отличается От опор Или ножек Причем Эта Закономерность Буквально Бросается В глаза И тут же В связи С этой Закономерностью Возникает Вопрос Можем ли мы Сделать Предположение Что сам Монолит И ножки Обязательно Должны Отличаться По составу Породы Еще одно Важное Наблюдение Касающиеся Ножек Которые я Сформулирую Также В виде Вопроса Вот подскажите Мне Дорогие Зрители Как такое Вообще Возможно При Агрессивном Воздействии На опоры То есть На ножки А это Давление Самого Монолита Ветер Вода Перепады Температур И тому Подобное С опорами Или ножками Не происходит Ровным счетом Ничего По логике Они Давным-давно Должны Рассыпаться В прах Вот как Такое Может быть Или же Сейды До сих пор Кто-то Ремонтирует Ну а теперь Давайте Подведем Что-то вроде Промежуточного Итога Наблюдая за Сейдами Мы с вами Выявили Ряд Определенных Закономерностей Но стоит Рассматривать Сейды Как Отдельные Объекты А не Как Часть Всеобщего Механизма За время Моих Назовем Это Наблюдениями С определенного Момента Моей голове Поселилась Мысль Что же Мне Они Напоминают Я ведь Точно Где-то Это Уже Видел Ну Или Примерно Это А давайте Я вам Просто Покажу Из переписки С дедушкой Хельгом Товарищ капитан Второго ранга Разрешите Обратиться Сейды Они же Ведь не просто Так И не сами По себе Они участвуют Да Так точно Но вот Каким образом У меня тут После Разбора Старых карт Скандинавии Появилось Решение Проблем Многократно Переписанных Карт С ошибками И историей В 3000 лет И возникло Предположение Что сейды Это Геодезические Знаки Причем Каждый пункт Геодезической Сети Закреплен На местности Где И как Они стоят Вот только Что за сеть И для чего Только ли Для картографии Нет Они порой Слишком массивны Для навигации Ориентации Весьма Похожи А может быть Сетка Предупреждала Об аномальных Зонах Ну а теперь Главное Отставить Улыбочки Это Ретрансляторы Вернее Целая сеть А эти Маленькие Подпорки Сделаны Специально Чтобы большой Верхний камень Мог двигаться В резонансе В резонансе Как диффузор В динамике Как излучатель На подвесе Поставь большой Камень На гранитную Сопку И раскачать Его будет Практически Невозможно Но мы Не учитываем Еще одну вещь А сколько Им Веков Так как Не можно было Закрепить Металлические Отражатели Вибраторы А со временем Они заржавели А потом Вообще Рассыпались В прах Климат То способствует А может быть Просто негодяи Утаскивали На переплавку Полагаю Это логично И не противоречит Физике То есть Рассматривать Сейды Как транзисторы Резисторы И прочие Сопротивления Не стоит Но ведь Как похоже Ну Смысл Вообще Есть Там Полупроводники 100% В 4-х Плюсники Превращаются И генерируют Как и гранит Но не вяжутся С психологическим Воздействием Там выходит 1 20 ватт А человека Или тролля Этим не испугать И предварительные Расчеты Показывают Радиочастоты 30-130 МГц В КВ У КВ диапазоне Где-то я Расписывал Про резонаторные Кварции В граните Частоты Емкости Плюс Именно на этих Частотах Иногда Глушится Связь На севере Кстати Помните Вы спрашивали Про магнитострикционный Эффект Так вот Давление На эти гранитные Подпорки Неимоверное От 0,5 тонн На сантиметр квадратный Так что Прямой и обратный Эффект Там в наличии Тут другой вопрос Интересен Что это? Оружие? Но кто против Кого ставил? Цепь Ретрансляторов Излучатели Резонаторы Генераторы Инфразвука А транзистор На трех ножках Мне понравился Тут тебе И питание И кремний С металлом Жалко Мощность И частоты Не позволяют Воздействовать На психику Человека Кстати Инфразвуковой Щит Шепот В инете Есть фото Закуплен В 2016 МВД В общем Направление Для исследований Я вам дал Идите И выполняйте О результатах Доложите Ну я И пошел Я На Ураговском То место Откуда Начинается Множество сказок В планы Нашей Исследовательской Прогулки Входило Провести Определенного Рода Измерения Мы Измеряли Ультразвуковые И инфразвуковые Всплески Леха Что-то там Шаманил С электричеством Ну и для начала Чтобы иметь Адекватную Картину Мы начали Проводить Свои эксперименты С обычными Большими Камнями Которые Похожи На сейды Результат По всем параметрам Измерение Оказался Равен Нулю В принципе Другого Мы и не ожидали Ну а потом Мы пошли Измерять Сейды И получилось Довольно Забавно Давайте Это посмотрим Не, подождите Вы вот это Серьезно Утверждаете Что вот это Ледник Вот так вот Поставил Еще и Креслице Сделал Да Ну ведь Очень похоже Действительно На детскую Площадку Деревянные Машинки Лошадки Только в нашем Случае Они каменные И тут я хочу Обратиться К сторонникам Ледниковой теории Вы вот И дальше будете Продолжать В таком же духе Да Это ледник Так я вам Еще не все Показал Пойдем дальше Только Надо померить Опять Инфразмук Все Это с интернетом То есть Еще раз Вернусь Вот этот Камень В такой Вот комплекс Еще и Форму Какую Придал Ну вообще Класс Это значит Ледник Так Это Леха Это Байконур Это Байконур Да Так Теперь давайте Посмотрим На Вот этот То есть По идее Если Ледник Шел Оттуда Туда Как нам Показывает Данная Скульптура Камни Влокли В ту сторону Да Нормально А почему Вот это Мордой Смотрит В другую Ну как Его что Так Приподнимали Или катили Что ли Не Ну смотри Он смотрит В другую Сторону Вообще Ну как Так Это Виде Как Ну ведь Действительно Если Ледник Двигался Как утверждают Его сторонники Север Север На юг Кстати А какая Сила Его двигала То Почему Сейды Смотрят По сторонам Света Причем Во все Стороны Прорублено Или так Природа Сделала Под таким Вот углом Вырубить Камни Такую Штуку Так Наш В итоге Мы добрались До классического Сейда И вот тут Как раз И произошло То самое Неожиданное Открытие Которым Я с вами С удовольствием Поделюсь Так как Оно Имеет Практическое Применение В общем Провели мы Все Измерения Все В норме Но я Все равно Решил Снять Это видео Потому что Пока я Измерял Все Это Хозяйство У меня Как бешеный Заработал Интернет Ну а Так как Мы Любим Все наши Исследования Применять На практике Вот вам Еще Дорогие Мои Зрители Такой Вот Подарочек Рядом С сейдами Под сейдами Очень Хорошо Ловит Не только Мобильный Телефон Но и Интернет Вот у меня Сейчас 4G Сейчас я Переведу Камеру Покажу Где я Нахожусь Вот тут У меня Под сейдом 4G Ну и Как вы Сами Все Видите Никаких Передающих Вышек Ни Поблизости Ни В отдалении Мы Показав Вам Какую Нибудь Визуальную Картинку Но у меня Есть как Минимум Два Свидетеля Которые Присутствовали При моих Исследованиях Ну а вы В свою очередь Можете Запросто Меня Проверить Что же Касается Других Моих Замеров Вернее Почему Это не Сработало Я Выскажусь Чуть Попозже Сейчас Я хотел бы Вернуться К моей Сказке Которая Называется Исполнитель Желаний Ведь Благодаря Именно Тем Событиям Которые В этой Сказке Описываются Я уже Тогда Получил Как минимум Один ответ А что Ж такое Сейды И как Именно Некоторые Из них Работают Тогда В эту Теорию Стройно Вписываются Шаманы Бубны И варганы Так как Помимо Желания Шамана Которая Многократно Усиливает Сейд Происходит Еще И воздействие И воздействие Это идет На уровне Низких Частот И вот Именно Поэтому Во всех Моих Измерениях И были Такие Результаты Вернее Их Не было Потому что Не было Самого Воздействия То есть По сути Я пытался Измерить Механизм Который Находился В режиме Ожидания И стоило Мне уехать Как сама Аномалия Либо те Которых мы Называем Местными Наглядно Показали мне Кто я Есть Учи Дескать Автор Матчасть И подводя Итог Данного Выпуска Хочу Сказать Что я Вполне Допускаю Вернее Даже Уверен Что все То что я Вам сейчас Рассказал Это всего Лишь Малая Часть Того Что происходит На самом Деле А завершу Я свой Выпуск Словами Дедушки Хельга Направление Для исследований Я вам Дал Идите И Выполняйте О результатах Доложите Спасибо вам Всем За внимание И всего Вам Доброго